Ряд региональных отделений гражданской платформы потребовали исключения певца, газета, политика. Андрей Винокуров сразу несколько региональных отделений гражданской платформы хотят исключения из партии певца Андрея Макаревича за его позицию по украинскому вопросу. Ряд известных партийцев, якобы подписавших эту резолюцию, этот факт отрицают и намекают на попытку рейдерского захвата партии. Нынешние события являются продолжением конфликта между ее основателем Михаилом Прохоровым и лидером Рефатом Шейхуддиновым. Лидеру машины не дают хода концерта Андрея Макаревича продолжают отменяться. Список городов, в которых нельзя будет услышать сольное выступление лидера машины. По итогам межрегиональной партийной конференции гражданской платформы в Новосибирске была принята резолюция, согласно которой 9 региональных отделений партии считают необходимым поставить вопрос о членстве в Федеральном гражданском комитете известного музыканта Андрея Макаревича за его критику политики российских властей на юго-востоке Украины. Дискуссия по этому вопросу в партии идет достаточно давно. Из-за схожей с Макаревичем позиции летом прошлого года с поста председателя Федерального гражданского комитета ФГК, партии именно под давлением региональных отделений пришлось уйти Ирине Прохоровой. ФГК не является руководящим органом ГП, скорее своеобразным общественным советом при партии, однако именно в нем собраны личности с наиболее весомым медийным ресурсом. До недавних событий партия все-таки вставала на защиту известного музыканта. В частности, в марте прошлого года на сайте «Эхо Москвы» и его коллегами по ФГК был организован сбор подписей под обращением к президенту Владимиру Путину с требованием остановить информационную травлю Андрея Макаревича. Однако 21 февраля гражданская платформа приняла участие в акции «Антимайдан», в которой, среди прочего, были лозунги, направленные против музыканта. В результате в ГПК обнаружился своеобразный раскол. Сам основатель партии Михаил Прохоров через свой ЖЖ осудил акцию и заявил о недопустимости участия гражданской платформы в подобных мероприятиях, возложил вину за произошедшее на лидера партии Рефата Шайхуддинова и призвал в марте созвать внеочередное заседание ФГК, решение об этом принимал единолично лидер партии, не проведя консультации ни с кем из членов политического или гражданского комитетов. Напомним, что основным руководящим органом партии является политкомитет, именно его и возглавляет Шайхуддинов. Прохорову можно и по носу щелкнуть участие гражданской платформы в акции «Антимайдан» спровоцировало дальнейший раскол в партии. Основатель партии Михаил Прохоров обвинил в... По информации газеты «Рю», очень многие члены ФГК и политического комитета партии восприняли «Антимайдан» весьма негативно, но предпочитали не высказывать свое мнение до заседания гражданского комитета. Однако сейчас ситуация вновь обострилась. Газета «Рю» переговорила с четырьмя представителями региональных отделений из девяти, подписавшихся под заявлением. Они подтвердили, что не считают приемлемым поведение музыканта. Предложение возникло по ходу. Многие представители партии задавали вопрос руководству в лице Рифа Аташей Худдинова, «Какая у нас позиция по крымскому вопросу и по событиям на юго-востоке Украины», рассказывает секретарь регионального отделения ГП в Красноярском крае Сергей Толмачев. «Мы не раз об этом говорили. Наши сторонники негативно относятся к высказываниям Андрея Макаревича. С точки зрения политкорректности они не выдерживают никакой критики. Если в Москве это переносится спокойно, то в регионах люди на это реагируют близко к сердцу», вторит коллегий председатель регионального отделения ГП в Кемеровской области Алексей Абрамов. «Солидарен с такими позициями председатель отделения Новосибирской области Павел Чернышев. В партии должна быть консолидированная позиция. Мы бы хотели, чтобы была партийная дисциплина в этом вопросе». Все три политика упомянули, что сталкиваются с неудобными вопросами о Макаревиче от своих избирателей. Новость о возможном исключении Андрея Макаревича из партии вызвала особый резонанс, так как в резолюции было упомянуто, что в работе конференции приняли участие члены политкомитета Сергей Милицкий, Александр Любимов и Анна Терешкова, которые отрицают ее поддержку. Известный журналист Любимов заявил газете «Рю», что был весьма удивлен, увидев свою фамилию рядом с текстом резолюции, создается впечатление, когда будто я ее подписал. Но это не так. Я участвовал совершенно в другом мероприятии, в форуме «Переход от финансового капитализма к промышленному». Мне даже потом пришлось дать некоторые разъяснения знакомым. Кроме того, у собеседника газеты «Рю» вызывает сомнение факт того, что резолюция принималась некой межрегиональной партийной конференцией, не уверен, что в уставе предусмотрен такой партийный орган. Собирается группа людей, которая делает не очень умные заявления, у которых есть тяжелые последствия. Не знаю уж, из каких соображений, возможно, дело в каких-то карьерных обещаниях от власти. При этом, по мнению Любимова, таким же спорным было решение участия в Антимайдане, инициированное менеджментом партии. Он подчеркивает, что в гражданской платформе по ряду вопросов постоянно происходит внутри партийная дискуссия и есть ряд вещей, по которым окончательного решения нет. Также он считает, что какие-либо решения или дискуссии между представителями партии должны осуществляться не через СМИ, а через специальные мероприятия. Его коллега по ГПА на Терешкова выразилась еще жестче. Я не могу сказать честно, что произошло, но на сегодняшний день это выглядит просто рейдерским захватом партии. После Антимайдана я думала уйти из партии, но Михаил Прохоров попросил меня подождать ФГК. Между тем эксперт считает, что виновник нынешней ситуации, сам основатель партии Михаил Прохоров. Он задал этот тренд в прошлом. С одной стороны, он не хотел, чтобы партия ссорилась с властью, а с другой, хотел, чтобы она побеждала, чтобы ее электоратом стал средний класс, объясняет глава Института приоритетных региональных проектов Николай Миронов. Он также указывает, что Прохоров уже во второй раз теряет управление над партией по одной и той же схеме. Напомним, что в 2012 году миллиардер был вынужден уйти с поста лидера правого дела опять же из-за конфликта с региональными отделениями. По мнению Миронова, если Прохоров хочет какого-то политического будущего, то единственный вариант для этого — вернуть контроль над партией. Сейчас нужно проявить силу, снова встать во главе партии, объявить настоящую программу. Она пойдет в разрез тому, что делает власть, придется ей оппонировать. А он к этому не готов, так как тогда под удар попадет его бизнес. Твит.